люди всем привет у нас полажается сбор средств на новую фотокамеру это у меня конечно же не излечилось и так и я все равно сниму немножко рынок в оба сегодня понедельник так непривычно я впервые наверно за три месяца 7 часов вечера уже то есть конец рынка впервые за три месяца я хожу без без фотокамеры по рынку и знаете такой как то есть доходил как на работу а сейчас хожу как прям как отдых такой знаете прикольно так смотрите я купил сегодня по 50 курушек и шпинат и руколу и чё там до шпината руколу по 50 курушек под конец рынка купила такую замечательную мушмалу по супер цене мало того что везде она по 5 причем черная у меня смотрите какая желтенькая шикарная такая вообще суперская просто и по три лиры она под лид по три лиры здесь почти два с половиной кило нами уже за шесть отдала просто офигенно ну давайте я наверно пройду сейчас хоть чуть-чуть да наверно чтобы посмотрели хоть что-то сейчас пока понаблюдайте а в и а а а и Поснимаю, все-таки один файлик сделаю, потому что в ценах есть изменения в плане Лука, который долго был по 8, и сегодня чудо свершилось. Я ехал в автобусе и проезжала большая-большая такая как фура, машина полная, огруженная свежим молодым луком уже, то есть луковицы уже были молодые, уже нормальные такие они размера, но луковицы натуральные. И сейчас я пришел, я конечно был удивлен, что лук уже по, ну вот опять старый по 7 так и есть, молодой лук появился, он по 3, по 4 лиры продается уже, свежий молодой лучок, так что, вот, помидоры что-то они особо не скидывают, по 6, по 7. Хорошие, хотя уже 7 часов время, давайте пройдем еще что-то, только не пишите мне, ну не смотрите, значит кому не нравится, вот так, я не могу ничего сделать. Вот так вот оно прыгает и все, ну как есть, так есть. По 6 помидоры, красивые, да, но по 6, причем конец рынка, цена не снижается. Спасибо большое, кто, на камеру мы уже насобирали приблизительно, сейчас я скажу вам, 4, где-то 5 тысяч рублей точно насобирали, даже чуть больше, наверное. Спасибо большое, друзья, сбор продолжается. Блин, я забыл совсем зашелковаться, надо найти где-то деревья, где она есть и поесть шелковицы. Шелковицы, наше все лето не будет. Ну такие у меня глюки, к сожалению. Ну так я классно сейчас походил без камеры, вообще знаете, как покупатель, чисто поотдыхал без съемки по 5 лир, вот такие вот коробочки продают шелковицы. Ну не, не дешево, я бы сказал. Так, ну у меня муж малый, сегодня есть не переесть. Вот эту вот штуку, я, конечно, до сих пор перевариваю эту информацию, что она естся с сырой, то есть бубен зеленый и олоча естся еще с солью. И самое меня, конечно, шокировало, что орехи, вот те вот, которые, как я их называл в природной упаковке, орехи в зелени, то есть они тоже зеленые, они тоже едят их вот так зелеными с солью. Бананы по 11 так и есть, а я уже, если честно, заскучился снимать рынки. Хочется ходить, показывать, комментировать, потому что реально, смотрите, вот 2,5 лир, это вообще фантастика, просто молодой лучок, 2,5 лир, это уже сколько месяцев такого уже не было, были цены, просто охрененные были цены. А сейчас уже вот можно лук покупать и делать с него все, что угодно. Заскучился я за рынком, потому что я на самом деле давно не был на рынке. Вот помидоры, кстати, классные, по 4, большие такие. Ну, очень большие. Огурцы я купил по 1 лире, да, думаю, что я купил огурцы, купил по 1 лире. Есть и по 2, и по 2,50. Баклажаны по рук 50, по 2. Так, ладно, пройдем по второму ряду потом. Люди, я ничего не могу сделать, еще раз извиняюсь, вот так, ну, не смотрите, если кого-то нервирует, так как оно показывает сейчас. Это же тоже молодой лук, кстати, но он по 8. Еще раз спасибо, буду постоянно, спасибо всем за помощь, за помощь в нашем сборе, на новую фотокамеру. Спасибо.